Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о моем уходе за кожей лица, за волосами, за телом и покажу, чем я пользуюсь из декоративной косметики в данный момент. То есть такое видео, мои фавориты, мои мастхевы и так далее. Постараюсь быть краткой, ой, пардон, постараюсь быть краткой и, надеюсь, полезной вам. Овен, первое. А, честно говоря, даже не обязательно, чтобы это была Овен. Любая термальная вода всегда-всегда-всегда у меня в ванной. Я обожаю термальную воду, обожаю пшикаться ею. Летом, конечно, это просто незаменимая вещь. У меня сын любит тоже термальную воду. Всегда берем с собой в поездки. В поездке, конечно, мы берем маленький баллон, но класс, класс. Если вы живете в жарком, влажном климате, это очень приятная процедура. Дальше тоже марка Овен. Это мицеллярная вода. Я в основном умываю, снимаю макияж глаз именно мицеллярной водой. Лицо прохожусь, но вот как бы вот именно мне она нравится, вот эта конкретная, для снятия макияжа с глаз. Видите, у меня уже так мало, я куплю себе еще. Мне она очень нравится. Не раздражает мои глаза, не оставляет красных каких-то, вы знаете, следов. Очень приятная, очень хорошая, приятная. И цена у нее тоже, кстати, неплохая. Далее. Я вот их купила уже давно, потом что-то забросила. И вот сейчас опять их достала, и вообще не могу нарадоваться. Это Dr. Jart. Три маски. Глиняные. Одно увлажняющее, другая сужающие поры, и третья такая освежающая. Зеленая, розовая и серая. Эти маски вы можете наносить прямо на макияж, тем самым смывая потом макияж, что я сейчас и делаю, честно говоря. Также у меня еще есть мыло, но кусочек мыла я не стала сюда носить, показывать. Тоже специальное мыло какое-то для умывания лица, приятное мыло. Не помню марку, но смысла нет его показывать, короче. Вот. Три вот этих маски. Очень классные. Очень. Одна увлажняющая, другая сужает. А я уже говорила. Их можно наносить на зоны. То есть если у вас, например, нужно увлажнить какую-то зону, вы наносите розовую маску. Если вам нужно освежить какую-то зону, вы наносите зеленую маску. Если вам нужно сузить поры на какой-то участке вашего лица, вы наносите серую маску. То есть ее можно прям вот реально разные маски наносить на разные зоны. Или вы можете прям одну маску на все лицо нанести. Офигенные маски. Минимальный расход. То есть нужно вот прям чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы на все лицо нанести. Вот прям даже с шеей. Я прихожу когда домой после работы. Я наношу эту маску на все лицо. Пять минут где-то хожу. Она застывает, но она очень комфортная. Она не застывает так, чтобы вообще стягивает лицо, как бывают глиняные маски. Нет, очень такой мягкий эффект. Чуть-чуть она так стягивает, чуть-чуть охлаждает. Очень приятная такая в использовании вещь. И потом я иду уже в душ, массажными движениями ее распределяю еще раз водой и потом смываю. Косметики как не бывало. Лицо прекрасное, розовое, чистое. Шикарно. Мне очень нравится. Если вы найдете эти маски где-нибудь, если есть у вас возможность с ними познакомиться, обязательно купите. У них такая хорошая, по-моему, цена. Они очень дорогие. И, как я уже говорила, расход у них вообще минимальный. Хватит надолго. Еще будете делиться с подружками. Легко. Далее. Чем я пользуюсь? Вот такой маской я пользуюсь тоже. Я очень люблю вот эту вот фирму. Видите? Фирма Милк. Сейчас покажу поближе вот так. Фирма Милк. Это австралийская компания. У них все в основном натуральное, органическое, все такое полезное. Ну, все, что мы любим, да? Эта маска содержит в себе зеленый чай, экстракт алоэ, розовое масло и витамин Е. И вот эта вот маска, знаете, она реально делает ваш цвет лица более свежим, более розовым, напитывает, увлажняет. Ну, знаете, она еще так приятно пахнет. Ну, ее очень приятно использовать. Если вы вот эту фирму где-нибудь увидите, обязательно к ней присмотритесь. Очень хорошая фирма. Очень приятные цены. У них очень хорошая детская линейка. У нас у сына вот прям все. Шампунь, кондиционер, средства для тела приятные. А австралийская компания. Мне очень нравится, знаете, как они тут вот написали, как они рекомендуют ее применять. Они представляют ее как маску для подготовки к выходному дню. Они предлагают ее использовать в четверг, вечером, налить в ванну, взять бокал вина и использовать эту маску. Ну, это очень прикольно. Ну, это такой австралийский юмор. Мне нравится. Почему нет? Всегда приятно принять в ванну, выпить бокал вина. Ну, это класс. Класс. Далее. Далее я вам, наверное, давайте сразу покажу вот это. Это я приобрела недавно. Это марка корейская. Такой корейский люкс хороший. Называется Охуй. Ну, так она называется. Охуй. Здесь, значит, у нас идет раз, два, три, четыре, пять. Пять баночек. Это полноразмерные банки. И такая была красивая коробка, если кто видел в инстаграм. И также идут такие же миниатюры, что очень, кстати, хорошо, если вы куда-то едете отдыхать, и вы хотите взять с собой, чтобы не тащить вот эти вот тяжелые боди. Эта серия этой марки Охуй, она называется Miracle Aqua. Волшебная вода. И эта серия, она вот, ну, просто реально незаменима в летний период. Как сказала мне девочка-консультант, кореянка, она мне вот реально посоветовала взять именно ее, не питательный, не антивзрастной, а на лето, на жару, в Сиднея, она говорит, возьмите вот это, вам очень понравится. Значит так, чем она хороша, вот эта вот серия. Она содержит в себе Aurora, вот тут написано Aurora, Gealuronic Acid, гиалуроновая кислота. Аурора это такая более, ну, не усовершенствованная, более как-то видоизмененная. Гиалуроновая кислота, более, может быть, мягкая, не такая агрессивная, как это может быть. Она находится здесь. Также здесь находится вода, напитанная минералами, с горы. Она вот мне сказала, Чунжоу, как-то так, по-моему, называется. Я вам оставлю название. И это четыре ступени, четыре ступени использования, как вот вы должны использовать этот, как вы должны использовать эти продукты. Первое, вы умыли лицо, вы подготавливаете кожу, вы ее питаете, вы восстанавливаете водный баланс вашего лица за счет вот этого вот средства. Это такая водица, которая именно восстанавливает водный баланс вашей кожи. Вы наносите ее сразу после непосредственного умывания. Прекрасный, прекрасный эффект, да, эти кожи как будто вот, ну, как будто вот глоток воды. Вот первый такой глоток воды. Дальше, после этого вы наносите вот эту вот эссенцию. Вот такая эссенция, она уже более такая кремовая, более такая гелевая. Очень приятный у всех этих средств запах, запах такой свежести, запах такой водянистый, очень хороший. А ее уже, ну, чуть-чуть совсем, тоже вы ее распределяете по всему лицу. Она проникает в самые глубинные слои кожи, тоже питает их, питает, питает и как бы закупоривает вашу кожу, сохраняет влагу внутри, делает такой барьер защитный. Вот это вот, это эссенция. Дальше мы берем мое самое любимое, это эмульсия. Вот эта эмульсия, она такая, знаете, как молоко. Очень приятная вообще, в нанесении просто. Вот вы наносите эту эмульсию, эмульсию уже смягчает, придает такое сияние. Очень красивый цвет лица реально придает. Вот эта эмульсия. Дальше они советуют наносить крем под глаза. Очень легкий, очень увлажняющий, он моментально впитывается. Очень-очень приятный крем. Вот такой крем под глаза. И завершает это все дело вот такой крем. Уже сверху вы его наносите. Он дико гелевый, вот он вот прям реально как гель. Такой нежно-голубого цвета. И это уже как бы наш последний, заключительный шаг. Мне нравится. Вот мне очень нравится, действительно. Я пользуюсь этим уже неделю. Ну, реально, знаете, кожа говорит спасибо. Кожа напитанная, кожа увлажненная. У меня пропали все вообще видимые, невидимые шелушения. Потому что так или иначе, как вы не увлажняете кожу, у меня всегда, когда я наношу тональный крем, бывали вот шелушения где-то здесь, где-то на подбородке, где-то на носу. Сейчас все это ушло. Потрясающе. Если вы живете в России, то я бы, конечно, не рекомендовала вам покупать именно эту серию, потому что она именно такая летняя. У них еще есть серия питательная и серия антивозрастная. Так что, если у вас есть возможность попробовать, обязательно попробуйте. Средство просто потрясающее. Ну, реально, очень хорошее. Наверное, лучше брать целый сет. Ну, чтобы вот прям раз, два, три, четыре, пять. Но, наверное, можно пользоваться и одним кремом, одной эмульсией. Я не думаю, что вот будет... Конечно, хорошо, когда все вместе, но если нет возможности, можно как-то это все дело разбить. Дальше волосы. Давайте уже за волосы. Кристоф Раден. Вот такая у меня баночка. Я сейчас пробую маленькую, чтобы уже понять, надо мне или не надо, чтобы купить большую. Мне нравится. Это потрясающе. Это потрясающе. Это очищающий, как бы, скраб для кожи головы с морской солью. Вот такой вот. Обалденная вещь. Сейчас у нас очень жарко. Я наношу прям, ну, совсем слегка. Там прям реально такие кусочки соли внутри. Не знаю, вам видно. Вот я уже вымазала очень много. Я втираю прям в кожу головы, в душе, во влажные, в сырые волосы. Вот так втираю, 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 втираю. Вот что-то у меня пропадает. Втираю, 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 втираю. Потом смываю. Потом наношу вот этот вот бальзам. Ну, Кристоф Робин, если вы не пробовали, попробуйте. Марка очень дорогая. Она, мне кажется, одна из самых дорогих. Но средства для волос у них очень хорошие. Ну, серьезно. Вот после этого скраба, шампуня, это все вместе, я наношу вот этот вот органический бальзам для волос с эффектом объема. Это очень классная марка, Valon Organic. Если кто имеет возможность или кто любит iHerb, то, пожалуйста, вот эта марка там представлена, марка потрясающая. Очень хорошая, попробуйте. Organic. Все натурально, все, что мы любим. Дальше, Кристоф Робин. Это просто увлажняющий крем. Вот как вот лицо вы мажете кремом, руки мажете кремом. Это крем для волос. Я наношу его в основном вот на вот эти крашеные и на кончики. С этим кремом очень хорошо волосы расчесываются. Волосы такие, ну, более какие-то вот гладкие, шелковистые, что ли. Очень хорошее средство. Это то, что касается моего ухода за лицом, волосы. Теперь тело. Тело я пользуюсь сейчас вот этой вот штукой от кинзоки. Это powder oil. Вот такой powder oil. Здесь oil я тут уже встряхнула, а вот тут вот оно, когда не встряхнуто, оно так вот сидит вот здесь, пудра. Вы вот так вот встряхиваете, у вас все это дело перемешивается, и вы наносите на тело. И вот реально, знаете, вы как будто шелковое кимоно старинное надели. Такой красивый эффект. Кожа вот просто лоснится. Кожа такая шелковая. Там немножечко такие, как пыль такая серебристая. Ну, очень хорошее. Хорошее средство. Подходит для лета, потому что oil, потому что масло здесь не липкое, не тяжелое, как бывают, знаете, вот средства с маслами. Если вы знаете продукты марки кинзоки, вы, наверное, знаете их фирменную отдушку. Очень приятную, очень нежную, очень кремовую, очень пудрюю. Это, знаете, такая рисовая пудра. Но если она вам не нравится, то вам, скорее всего, эта тема не подойдет, потому что этот запах будет вас сопровождать весь день. Он очень стойкий. Но если вам нравится, то присмотритесь. Классная вещь. Дальше я пользуюсь вот этим вот маслом. Это бренд называется Harn. Это бренд из Таиланда. По-моему, он продается только в Таиланде. Мне привезла подруга в подарок. Это масло Oriental Rose с розой. Бесподобное масло, необыкновенное. Зимой я ему пользовалась и утром, и вечером. Сейчас я только вечером его использую, потому что для дневного времени суток оно такое немножко липкое. Но обалденный, обалденный запах роз. Если вы планируете отдохнуть в Таиланд, в Таиланде, поездку в Таиланд, присмотритесь вот к этой марке. У них вообще большой-большой ассортимент всяких хороших вещей. Так. А, и вот еще две. Келин Мёрфи. Я их уже показывала, я не показывала. Это антигравити спрей с лавандой. Очень вкусно пахнет лавандой. Наношу вот сюда на корни, и волосы такие много. Сразу такой буйный объем. А это Hair Resort. Пляжная текстура. Это такой, знаете, подружка-серфера. Вы вот так на волосы наносите, и у вас волосы такие, ну, реально, как после пляжа. Это все, что касается ухода и косметики. Чем я пользуюсь сейчас? Я пользуюсь сейчас вот этим кремом от Chanel. Я уже показывала, по-моему, его. Это Smooth Effect Makeup. Это такой вот очень легкий, как бы, ну, даже флюид, может быть. SPF 15. Очень хорошо. Я вот его наношу. Мне он очень нравится. Легкий. В течение дня он такой хорошо себя ведет. После всех вот этих вот процедур не шелушится кожа. Он не подчеркивает никаких вот эффектов. Не подчеркивает недостатков вашей кожи. Очень мне нравится. Он у меня в цвете 40 беж. Я сейчас немножко так подзагорела, поэтому мне он подходит. Дальше моя самая любимая пудра Hourglass. Strobe Light. Посмотрите, как я ее люблю. Уже все, надо покупать новую. Дальше. Румяна Байтери. Cellular Rose Blush. Вот такие. Самые лучшие, мне кажется, румяна. Столько в них всего полезного содержится. И уход, и цвет. Ну, они... Ну, слушайте, Байтери, кто не знает косметику, попробуйте. Самые лучшие, мне кажется, сейчас на рынке. Ну, одна из лучших в таком люксовом сегменте, да. Также помада тоже Байтери. В цвете Ping Pong. Вот такой классный-классный цвет. Очень красивый цвет. Это вот то, что вот реально у меня лежит в косметичке. Два продукта от RMS Beauty. Мои самые-самые любимые, органические, натуральные. Консилер. Вот такой консилер. Он реально перекрывает круги тёмные, очень мягкий, такой без эффекта грима. Знаете, потому что иногда бывают консилеры такие с эффектом грима. Я вообще ненавижу. Ковер-ап. Цвет 11 у меня. Дальше. Бурити бронзер. Тоже от RMS Beauty. Это вот эта вот грязь моя прекрасная. Очень я их люблю. Очень. Универсальные продукты. Вот реально. Когда хочу намазать глаза, накрасить. Ну, вот знаете, вот бывает такое. Вот хочу накрасить глаза, что-то хочу сделать. Я использую вот эти вот нерумяные тени от Chanel. Это очень старые тени. Я даже не знаю, какая это там, что коллекция. Номер 827. Вот такие тени. Они придают такой приятный очень блеск. Держатся очень хорошо весь день. Помады. Помады вот это. Клею, Клею, Клею Депо. Неопознанная помада. Не знаю вообще, какого года. Мне отдала подруга. Она и не подошла. Но я от нее обалдею. Вот она мне сейчас на губах. Очень комфортная. Очень классная помада. Одна из лучших красных помад, которые у меня есть. Дальше. Если я не хочу красную помаду, я вот использую нюд. Один из самых лучших нюдов. Это Velvet Teddy от MAC. И две туши для ресниц. Chanel классическая. Для объема. Обожаю. Для меня вообще одна из лучших тушей. И Stila. Называется Huge. Extreme Lash. Экстремальные. Экстремальные ресницы. Она действительно экстремальная. Очень мало надо усилий, чтобы сделать такие кукольные глаза. Но мне у нее очень нравится упаковка. Упаковка такая легкая. Ну не знаю. И еще минус. Она осыпается. Она осыпается. Она оставляет следы. А. Glousier. Glousier. Lip Balm. Всегда, всегда у меня в косметичке. Я его очень люблю. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Видео получилось долгим. Но... А. Духи. Чем я сейчас пользуюсь. Практически каждый день. Вот. Мадемуазель Пеге. Ну вот прям вот не знаю. Она у меня вот прям легла на душу. Великолепный аромат. Очень мне нравится. Всем моим потребностям отвечает. Яркий. Сочный. Сладкий. Хороший. Игривый аромат. На каждый день мне он очень сейчас подходит. Мадемуазель Пеге. А вот Роберто Беге. А на этом все. С вами была Аленка Блог. Я надеюсь, вам понравилось. У меня что-то со светом. Но надеюсь, на видео это не отразится. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Пишите. Задавайте вопросы. Мне всегда очень приятно с вами общаться. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok